этапа когда все грузится вот нажал начать запись сейчас она пойдет и так все идет запись значит по поводу значит тема какая тема запишите себе у вас вообще до этого я так понимаю вы по античной культуре что-то разбирали что-то говорили ну вот мы с вами сегодня поговорим про запишите себе гладиаторские бои как культурный феномен гладиаторские бои как культурный феномен мы с вами собственно разберем сейчас в течение часа примерно что это было такое в каком контексте развивались гладиаторские бои чем это было в сравнении с нынешними всякими спортивными и прочими феноменами в общем попытаемся с вами каким-то образом это обсудить но естественно слово гладиатор она у нас ассоциируется с разными вещами с фильмом 2000 года до знаменитых она у нас слово ассоциируется ну со спартаком например вот который восстал до восстание спартака знаменитая в общем что-то такое героическое на сами гладиаторские бои они у нас воспринимаются как нечто видите фильм гладиатор занимает всю первую страницу поиска но при этом конечно фильм гладиатор несмотря на свои ну в общем абсолютно безупречные может быть но в его художественные ценности сомневаться не приходится но конечно историческим особенно он не является многие какие-то элементы может быть там присутствуют но не более того и так что такое гладиатор кем они были и вообще в чем тут суть собственно гладиаторы это мечник а переводится как хотите переводите на самом деле фишка в том что про гладиаторов мы знаем достаточно много и знаем что немалое количество вне были вооружены отмечом были те у кого были трезубцы копья и всякие иные приспособления значит вообще понять когда зародились гладиаторские бои в общем тут есть целый ряд вопросов но очевидно что сами бои происходят начались еще в эпоху республики то есть в эпоху достаточно раннего рима и пометьте себе что первоначально гладиаторские бои были связаны с похоронными обрядами с обрядами честь вознаменование так сказать смерти кого-либо для того чтобы путь этого усопшего был более славен и первые наши сообщения о гладиаторских боях это в общем сообщение о том как на могиле того или иного умершего сражались несколько пар вот этих вот рабов вот то есть изначально гладиаторские бои были нечто вроде священнодействия то есть сражались нередко насмерть надо сказать вот и первые бои как раз в этом ключе и происходить но тут на мы должны понимать что постепенно любое такое дело оно происходило из категории вот такого нечто около сакрального в вещь спортивную и уже в эпоху поздней республики начинается довольно серьезное засилие гладиаторских боев как зрелище и многие люди которые пытались занять определенное место в римской системе ну а для того чтобы вы немножко понимали я вам покажу что римская республиканская система должностей она была довольно разветвленный то есть там была возможность для людей в общем понятное дело достаточный обладающим определенным достатком магистратура так называемые римские они вот представляли собой различные избираемые должности которые находясь на которых человек мог очень серьезно влиять на политическую жизнь рима естественно что многие этого дела это дело очень многим это дело очень нравилось и они соответственно стремились как-то произвести впечатление на граждан на своих сограждан римское общество делилась на две такие основные крупные социальные группы это патриции плебеи патриции это тонки тех кто так сказать самого автохтонного первоначального населения рима плебеи это потомки несколько более поздних волн переселенцев они в общем по крайней мере верхушка плебеев боролась с патрициями за признание равных прав дело было довольно долгое но тем не менее а постепенно верхушка по крайней мере плебеев она с патрициями более-менее сходится приходит лучшим к определенному если угодно общего знаменателю а вот и соответственно римское общество становится более монолитно так вот но это происходит уже наверное скорее в имперский период но общем мы пока с вами поздней республики так вот для того чтобы быть на высоте что называется необходимо было завоевать доверие избирать да то есть это и высшая должность и консул консула было 2 это огромная роль народного собрания которая назначала представителей разных магистратур там которые занимались гражданской военной правовой сферами общем весьма и весьма многочисленные эти были магистратуры поэтому люди за них боролись был так называемый путь чести который должен был пройти каждый так уважающий себя римлянин от низших магистратур более высокий и вот одним из способов заработать себе что называется политических очков были гладиаторские бои которые нужно было организовывать стоили они мягко говоря не ёшево чтобы понимали что такое не ёшево но например самые дешевенькие гладиаторские бои стоили около 30 тысяч сестерциях сестерция это серебряная монета римская и при этом имейте миду что в тот же период семья могла существовать ну то есть доход семьи был около тысячи тысячи полутора тысячи сестерция то есть это в общем достаточно достаточно большие вложения это повторюсь на но цистерции трояновский допустим серебряная монета так вот это понятно дорого то есть организация гладиаторских боев стоила весьма и весьма не ёшево поэтому естественно что организаторами выступали только богатые люди с целью произвести впечатление на публику у нас с гладиаторскими боями связан целый ряд заблуждений которые в общем я вам попытаюсь на этой лекции быстренько развеять во первых есть представление о том что рабы дрались всегда насмерть на самом деле это заблуждение есть разные прикидки по поводу того сколько какова была смертность гладиаторов но вероятнее всего она редко превышала 20 процентов большая часть гладиаторов понятно эти определенные определенную приблизительность но исходя из изучаемых ныне надгробий гладиаторов мы в общем приходим к выводу что большая их часть была большая часть умирала своей смерти то есть на арене конечно гибли люди но сказать что гибло там прямо-таки большая часть их было бы ну в общем неправильно значительная часть гладиаторов выживала дело в том что гладиаторские бои они не были целью их не было показать людям смерть да то есть были на цирке до римский цирк вот имейте ввиду что театр в греции в риме тоже был в риме даже были несколько крупных драматургов давайте их запишем себе почему римлянника в отличие от греков театра отдельно вот был плафт плафт комедиограф это запишите себе титм акций плафт который третьим втором веках до нашей эры писал комедии написал он их много около 130 правда дошло до нас как вы видите едва ли 6 часть вот значит плафт был не самого высокого происхождения человек ну вот был довольно крупный комедиограф его кома его комедии в общем пользовались определенной популярностью как раз эпоха такой расцвета республики когда в общем римской империи охватывает уже все западная причина вы республика конечно же римская республика охватывает уже все при черноморье западная да и в общем греческая культура проникает с ней и комедия второй римский крупный драматург это теренций теренций который в общем был вот он же теренций афр он жил немножко попозже прожил не слишком длинную жизнь вот но написал всего шесть комедий но в отличие от творчества плафта от теренция дошло больше заметно поэтому в общем он нам известен гораздо лучше так вот в эту эпоху в принципе гримляне смотрели театральные постановки но имейте ввиду что все-таки театр был греческой страстью они римской время к тому же довольно трудно приживался спорт не в том смысле что римляне не следили за своей физической культуры нет они за ней как раз очень даже следили но у них все-таки их вот это вот как если кто-то из вас читал позднее произведение не толстого не войну и мир там а такие произведения скорее наставим наставнического такого характера там у него есть высказывание о том что спорт это обезьянничание труда и в общем делает не очень достойно у ряда римских так сказать у ряда римских деятелей было такое же представление о том что спорт это нечто не римская это некая греческая мода но допустим такой ревнитель греческого и антигреческий такой ревнитель римского традиционного образа жизни марк курсик катон он считал что так сказать надо как можно больше дистанцироваться от греческой моды вот наоборот так сказать укреплять римский традиционный быт ну вот и он как раз и против спорта выступал который конечно же набирал определенную популярность в римском обществе но все-таки ничего подобного там олимпийским играм или многим другим состязаниям спортивным которые в греции не только в самой греции но на территории греческих колоний которые как известно охватывали пространство от нынешней франции минимум до абхазии все эти территории в общем ну большинство из полисов греческих активным образом участвовали в спортивной жизни вот карта чтобы вы понимали что греческая культура была распространена предельно широко повторюсь от абхазии нынешней ростовской области крыма до территории нынешней франции даже определенные населенные пункты были на территории нынешней каталонии там и испании основной территории так вот значит ну они были в египте они были на территории нынешней ливии короче говоря много было греческих колоний и все они смотрят на отсутствие политического единства они как-то общем спортивных всяких на состязаниях участвовали при этом спортивные состязания конечно имели и немало такого сакрального божественного значения но у римлян все-таки и театр и спорт имели характер моды то есть мода она понимаете как и сейчас она приходит она может охватывать умы тысяч людей все могут прыгать прыгать радоваться ну а потом и сам кумир которого эта мода наверх вознесла и его течение в культуре она забывается через одно-два поколения и все имейте ввиду что впоследствии уже в эпоху ранней империи римская драма будет продолжать существовать допустим писать драмы будет такой видный деятель как луциан и сенека известный нам философ до воспитатель нейрона но сцены к скорее писал свои произведения что называется в стол это такая драма не для постановки она скорее для чтения то есть это драмы которые в общем скорее являются провозвестниками там или могут быть более сопоставлены с какими нынешними романами хотя оформлены как драматические произведения нежели предназначались для какой-то постановки непосредственно в театре вот ну так вот значит вернемся гладиатор так вот традиционный традиционным и весьма любимым на римской почве развлечения был римский цирк а мы сейчас до сих пор с вами видим цирк да это собственно всякая всячина да это всякая всячина то есть это некий некое место где происходят всякие разные интересности цирк обычно был овальный допустим я вам покажу цирк в константинополе как ну такой он поздний но он как раз показывает константин он показывает ипподром так называемый он показывает как раз тот картинка то есть значит самый главный римской страстью где-то дальше чем больше чем дальше тем больше на самом деле были даже не боев гладиаторов до которых я таки доберусь сейчас а скачки колесниц скачки колесниц вот мы родим значит скачки колесниц проводились на ипподроме и подрум он же цирк он в общем был местом где колесницы ездили по кругу но это в общем довольно древнее такое культурное религиозное явление а когда еще племена древних ариев активно использовали колесницу понятное дело что колесница уже в военном деле в тот момент не используется но вот в культурной жизни она активнейшим образом применяется как раз вот в ходе этих гонок причем вот это вот пространство посередине римские императоры страсть как любили украшать всякими вывезенными из египта обелисками и так далее но вот собственно этот огромный колизей он был в этом в константинополе но подобные же строения были в риме то есть в общем партии даже складывались целые вокруг вот этого всего и народ разъезжал кругами на колесницах в общем это был один из из улюбленных видов спорта но вернемся гладиатором гладиаторы тоже большую часть истории рима до введения запрета на них при поздних уже императорах христианах вполне существовали немножко поговорим об индустрии то есть на самом деле гладиаторские бои были очень неплохо обставлены и устроены во первых для того чтобы ну на на колизее данных на других аренах колизей лишь самое известное были не только бои гладиаторов но и конечно же травля довольно известных известный эпизод когда в риме животных стравливали друг с другом это например каких-нибудь когда что были выйти игры дрались еще больше были специальные гладиаторы которые раз бились с животными с кабанами с различными там самыми кошачьими хищниками и даже со слонами слона как вы понимаете затравить непросто но император комнат римский он по одной из позднейших правда в одному из позднейших источников самых нескольких десятков угробил этих слонов если не больше так что были вот бои действительно вооруженного человека специально обученного против дикого животного были и способы так сказать расправы над вот этими вот беззащитными допустим преступниками одним из способов казни в римской империи было выпустить на преступников диких животных правда имейте ввиду что у нас есть представление о том что римляне были такие уж все поголовно кровожадные имейте ввиду что на обычно у строитель игр он в общем ну скажем так распределял по дню вот эти все вещи и вот эти вот всякие самые кровавые вещи они происходили обычно с утреца ну то есть только что называется на любителя шоу такое поэтому туда и собирались любители коровятин естественно вот этот вот у строитель зрелищ за преступников которых ему предстояло у которых на потеку публики уничтожали ему платить практически ничего не приходилось другое дело животные животные конечно же стоили дорого и чем более они были экзотичны тем дороже стоили ну понятно что в италии где находился рим кабаны то допустим были с львами и тиграми уже было хуже не говоря уже о слонах поэтому конечно игры в которых участвовали всякие разные животные стоило это очень-очень дорого да ну вот допустим гайю ли цезарь использовал 400 львов привезенных в основном из северной африки и сирии понятное дело что ему это обошлось в гигантскую сумму но при этом конечно у него деньги эти были очевидно после его походов на галлию после того как на римская республика расширила свои границы ну и вскоре уже на самом деле прекратила свое существование как республикой стала римской империи так вот как раз римская республика она в тот момент да вот собственно к моменту описываемых событий когда там цезарь сотни львов привозил вот примерно такую территорию занимала республика уже сирия была захвачена значительная часть северной африки египет был уже фактически ну под фактическим контролем рима был вассалом рима ну то есть огромная территория деньги были цезарь как раз захватил галлию вот здесь вот и поэтому уже в британию сплавал поэтому средства у него на это были хотя повторюсь конечно же организовать подобное мероприятие это было очень дорогим делом и далеко не каждому римскому даже и говоря уже представителях простого народа даже богатым людям далеко не всем это было под силу значит с одной стороны звери да и так называемый бестиарии но бестиарии не в смысле средневековая книжка про животных такие будут потом а бестиарии смысле вот гладиатор который борется с животным понятно что это были люди обычно те не те которых на растерзание бросали а те которые должны были именно сражаться и оказывать какое-то сопротивление здесь конечно большую роль играла подготовка и мы переходим к следующей теме это тема школ гладиаторов дело в том что гладиаторы конечно же были достаточно ну достаточно распространены их было много и в самом время и в провинции значит естественно что главу ну точнее главным тренером если угодно но иногда и главой школы в принципе были так называемые ланисты ланиста это но обычно владелец гладиаторской школы кстати часто из собственно гладиаторов бывших мы с вами до этого дойдем на мы увидим что фактически в риме того времени фактически ну ладно до всего дойдем ну то есть не все гладиаторы были рабами вот значит планисты это владельцы гладиаторской школы покупали рабов учили вот и собственно говоря давали в аренду так называемым едитором то бишь организатором игр ну в общем планиста не был такой уж дико дико как сказать престижной специальностью но имейте ввиду что в общем учитывая что многочисленные многие из них да не все но многие из них происходили из бывших же гладиаторов в общем они не претендовали там на какие-то супер высокие должности ну то есть смотрите как это работало значит какой-то человек решивший занять должность обращался к вот этим самым едитором да то есть это некие точнее как он сам являлся едитором да извините ты сбился немножко сами являясь сититором он обращался клонисте он обладая обращался клонисте и говорил что значит ну либо у него были какие-то свои люди которые этим занимались в принципе идитор мог быть так сказать непосредственным точнее человеком который слонисты общался мог быть и какой-то так сказать посредник между владельцем денег и непосредственно лонисты так вот там могло быть по-разному если деньги были огромные и естественно юрий цезарь там или кто-то другой императоры римские сами не обеде не обигали там всех лонист у них были для этого специальные люди в общем человек обращался клонисте и брал у него определенное количество гладиатора но самые начинающие гладиаторы назывались григории ну то есть дословно те которые бьются в толпе собственно они стоили недорого из-за смерти такого если случалась смерть такого бойца в общем это обходилось организатору не так дорого имейте в виду что так сказать если боец погибал или получал какой-то уж очень серьезные увечья то организатор игр должен был выплатить лонисте полную его стоимость и просто стоимость как раба но и так сказать стоимость как уже тренированного человека в общем нечто вот такое вот происходило но были еще другие категории гладиаторов их там было там от трех до четырех по степени опытности не по типу вооружения по степени опытности и таким образом в общем получалось что гладиатор как раз может вполне погибнуть да из-за него будет выплачена немалая сумма в том числе благодаря этому профессия лонисты было достаточно прибыль помимо этого существовали и еще такие товарищи которые были допустим раздатчиками вот этих вот ну как бы мы сейчас сказали рекламных программах то есть нередко перед тем как в риме случайно или в каком-то городе на территории республики позже империи случалось случалось какое-то крупное зрелище расклеивались или раздавались программки некоторые римские поэты даже в общем описывают что с девушкой можно познакомиться ходе как раз вот подарить эту программ да и показав какие ждут зрителей зрелище формально ну так обычно совсем уж по правилам женщины и мужчины сидели отдельно но в общем особенно на задних рядах де-факто мы можем судить о том что в общем то многие арены позволяли фактически своим зрителям там сидеть вместе даже как и сейчас кинотеатрах и прочих местах массового увеселения в вокруг вот этого вот зрелище была целая индустрия в том числе и доставки продовольствия то есть покушать во входе всех всего этого было тоже можно на крупных аренах типа колизея вот я про него много говорю давайте на него немножко посмотрим значит колизей был он же архитеатр флавиев он в общем в эпоху когда он сейчас он выглядит примерно вот так но и исторически он выглядит несколько иначе даже раньше выглядел вот так чуть более сохранен вот но а его первоначальный вид очевидно позволял в том числе создавать там тень некоторую сверху вот ну естественно не все арены были оборудованы этим такими вещами но колизей устроился опять же на весьма большие средства от похода этих самых флавиев на иудею поэтому деньги были в том числе и на различные теки полотнища которыми закрывали от солнышка зрителей вот а вот примерно по такой системе интересно если на это нажимать будет на весь экран это не будет ну а я просто увеличу в общем поняли такие вот полотнища поднимались не обязательно даже в самом колизей или даже вот вот что-то такое было реконструировать можно по-разному есть кстати сообщение что вот контролем за вот этими вот всеми вещами занимались матросы ну как люди в общем достаточно 1 таревший в работе с парусами какими-то большими кусками материи на веревках в общем они есть очевидно могли как раз быстро и без особых проблем решить эти вот проблемы с разворачиванием этих всех полотнища над публикой вот то есть на самом деле было действительно это целая индустрия кстати имейте ввиду что на территории нашего с вами наши с вами россии да вот у нас есть такой город херсонес территории нынешнего севастополя вот там хотя театр там был в общем небольшой но реально небольшой там тем не менее очевидно тоже проводились гладиаторские бои ну в общем античный театр херсонесе выглядит примерно вот так сейчас ну то есть сейчас он немножко получше выглядит да это старая фото там сейчас немножко послали но в общем у него весьма небольшая сцена тем не менее гладиаторские бои такие не очень масштабные может быть там тоже очевидно устраивались хотя херсонес напрямую не входил состав римской империи но он был очень надежным союзником и фактически вас салом вот этой вот самый ну сначала республики в большей степени империи то есть арены были разные гладиаторы повторюсь тоже были разные вот были те которые были подешевле я вам говорил григорий да ну и постепенно по мере того как гладиаторы увеличивали свой стаж они могли быть названы ветераны ветеран слова было достаточно распространенным время и сначала дать не только гладиаторов ветеранами называли воинах долго отслуживших в общем было в разные эпохи он немножко варьировалась система скажем так постепенно увеличение опыта у гладиатора ну и одним из путей и одним из них не путей а финалов или по крайней мере промежуточных итогов деятельности гладиатора было завоевание свободы то есть это миф что все гладиаторы были рабами во первых даже будучи изначально рабов можно было стать свободным существовал такой термин как рудиарий то есть рудиарий это фактически получившие свободу гладиаторы кстати спартак по современным представлениям скорее всего во время начала восстания был лично свободным и вообще восстание спартака следует воспринимать как нечто более сложное чем просто восстание рабов против нехороших римлян на самом деле восстанию как сейчас выясняется примыкали не только рабын даже низы римского плебси фактически восстание спартака можно даже считать неким прообразом гражданских воин которые будут потом сотрясать римскую республику вот то есть были свободные гладиаторы ну да вот обычно рудиарий дальнейшем дальнейшем продолжением карьеры могло стать как раз приображении в ланисту или в тренера при ланисти ланисты совершенно не обязан был тянуть на себе всю все что там надо было понятно что он там нанимал поваров и всех 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 и весь обслуживающий персонал вот то есть вот пожалуйста вам примеры но еще имейте в виду что ну как минимум пятая часть гладиаторов а то и четвертая была свободными людьми на самом деле фишка в том что профессия гладиатор она была такая двоякая она была с одной стороны она была путем к слову лави она была путем к деньгам даже несмотря на то что гладиатор был рабом но в общем деньги у него могли быть ну а если он станет со свободным так тем более да она была сопряжена с определенным риском но я вам уже выше говорил что в принципе гибло нет ну их бы беги было немало но уж далеко не все а при этом если вы посмотрите старые допустим какие-нибудь выпуске формулы-1 там на самом деле погибала в каждый сезон погибало несколько пилотов даже в современных боях без правил как вы знаете нет ни это какому никому нибудь уху стрясают ну либо до инвалидности либо вообще на смерть то есть в принципе учитывая к тому же что мир тогдашний был несколько более жестким и практически очень часто скажем так войны велись на территории римской республики и за ее пределами потом на территории империи за ее пределами в общем смерти она была как-то несколько ближе к среднестатистическому человеку чем сейчас поэтому и смертность гладиаторов при этом повторюсь она не было как за облачь да они погибали но зато можно было получить немало денег поэтому некоторые свободные люди особенно из низких сословий шли в хотя бы в поле и даже иногда скандальные случаи когда из более высоких сословий люди шли гладиаторы так вот они шли и собственно служили подписывали контракт слонистый контракт этот кстати подразумевал их практически самопродажу рабство которые ну то есть человек который шел на это он становился фактически рабом не во всем но он отказывался на период контракта отказывался от целого комплекса своих прав свободного человека единственное его коренное отличие от рабов было в том что он мог выкупиться даже непосредственно перед боем которые у него были допустим сомнения что он переживет при наличии средств он мог выкупиться и и не вступать в этот бой но гладиаторов с одной стороны так сказать уважали как воинов но сам статус гладиатора не был особенно почетно все-таки имейте ввиду что в древности средневековья тот кто развлекает им могли как раз и восхищаться над его шуткой могли смеяться но имейте ввиду что актеры и ну и вообще всякие деятели шоу сейчас они да они считаются бомондом и так далее исторически нет бомондом были там философы воины политики ораторы ну а лица занятые в сфере шоу они были могли быть известны и они могли иметь фанатов но какого-то такого фундаментального уважения к ним в общем скорее не было при этом кстати гладиаторы по некоторым косвенным свидетельствам пользовались популярностью среди богатых римских дам которые могли заплатить за ласки брутального мужика а это в общем вполне было и в римском обществе существовало хотя нельзя сказать что так поощрялась но тем не менее могло быть вот то есть постепенно в ходе усложнения говорил что начиналось все там еще в республиканскую эпоху как ритуальный по и над могилой усопшего но на самом деле в дальнейшем конечно ну как даже можно сказать что изначально вот эти бои были некой формы человеческих жертвоприношений до такой своеобразный но постепенно конечно все это развивалось и по источникам мы можем видеть просто огромное количество различных в вариации гладиаторского вооружения да я вам не буду их подробно все показывать и более википедии в данном случае не самый лучший источник но просто чтобы вы так увидели как и чего то есть это были самые разные вооружения это были самые разные некоторые там всякие разные и вооружение и тактики кто-то был очень хорошо защищен доспехами а кто-то наоборот был не так хорошо доспехом доспехах но скорее у него были все возможности для маневренного обои допустим ритиарий с трезубцем и сетью он так сказать но очевидно что она это и указывает что его образ это образ рыбака то есть у него трезубец самое такое морское оружие да как у посейдона или нептуна римского но и у него сеть сеть рыбака и вот он дрался с более тяжело вооруженными противниками вот но при этом имейте ввиду что убийство в общем-то не было столь столь уж ну вот например убийство первых обычный на гладиаторском бою был речь это вроде рефери воду изображен который следил за происходящим и очевидно по крайней мере в общем смерти случались но они скорее случались и даже вот этот знаменитый жест палец вниз хотя у нас нет четких на это свидетельство чем некий жест который означал смерть проигравшему очевидно что иногда он применялся но во первых это на это нужно было воля устроителя игр и большие деньги у этого устроителя потому что он естественно потом должен был компенсировать за всех убиенных а если это были такие довольно качественные бойцы хорошо вооруженные обучены то их стоимость была очень велика поэтому заплатить за них пришлось бы очень кругленькую сумму и только императоры дабы показать свой максимальный так сказать свое максимальное расположение и максимальную попытку так сказать выслужиться перед публикой вот он мог сделать так чтобы вот этот вот поединок современные реконструкторы чтобы этот поединок закончился поражением вооружение гладиаторов конечно было таким немножко гротескным дело в том что понимаете целью гладиаторов не было показать зрителям убийство показать убийство можно было ну вот в ходе этих травли преступников зверями или там в ходе просто иногда выпускали гладиатора против плохо вооруженных вот этих преступников и он их шинковал как капусту такое было но все-таки именно гладиаторские бои про которые мы говорим это были скорее ну в общем наблюдение за поединком и далеко не всегда поединок я уже говорю заканчивался смерть это скорее был некий такой некое шоу шлемы которые были у гладиаторов у некоторых даже глазные прорези и очень слабо прорезь были выявлены то есть это в общем скорее они что дизайн здесь превалировал над какими-то боевыми качествами потому что римская пехота регулярная была вооружена гораздо проще и называется более утилитарно а как раз гладиаторы они вооружались так более сложно с перьями и так далее с какими-то наручами при этом у них могло на груди брони и быть ну в общем это некий такой как раз вот вариант для шоу а не для реального боя хотя особенно в эпоху гражданских войн в риме был такой феномен что некоторые деятели содержали школы гладиаторов не только с тем чтобы их использовать для своих для поднятия своего рейтинга ходе всяких разных мероприятий но еще и как весьма неплохо обученные бойцов их понятно в полевой в полевые сражения далеко не всегда выпуска такие прецеденты вроде бы есть но их не очень много а вот в каких-то уличных разборках конечно такой тренированный боец который умел не только сражаться но делать это красиво в общем конечно был весьма желанин и цезарь и его политические противники допустим очевидно использовали в своих интересах как раз главе школы гладиаторов которые под их контролем были по мере того как увеличилось количество деньжищ у римских ну как бы мы сейчас назвали олигархов до появлялись всякие довольно диковинные виды типа допустим там боев на колесницах при этом колесницы в реальной военном деле уже использовались разве что какие-нибудь британцами ну в тот момент да это может быть уже не так активно или галами а так в основном все воевали вполне себе верхом уже на колесницах никто сильно не воевал но опять же шоу есть шоу а то есть в первую очередь к чему я веду сегодняшнюю лекцию что гладиаторские бои это шоу до кровавая да там были случаи убийства и не раз естественно но все-таки в первую очередь это должно было быть красиво шли туда не для того чтобы посмотреть на отрезанную голову а для того чтобы посмотреть как раз как люди сражаются такой в общем и что вроде там в общем боевого танца дому как сейчас люди приходят смотрят какой-нибудь там бой макгрегора с дастином паре и для того чтобы увидеть разбитую рожку саму по себе до чтобы увидеть кто как увернулся только ударил и так далее то же самое очевидно было и в обществе римском поэтому смертность гладиаторов не было заоблачной при этом в общем жизнь гладиатора могла быть не такой уж длинный но к услугам гладиаторов были многие врачи и кстати некоторые известнейшие римские врачи вот да по моему даже голена они в общем в часть своей практике приобретали в ходе в ходе работы в школе и гладиаторов с про голена проверю по моему он был да вот голен вернулся в пергам пергам это нынешний север турции мужская так и собственно стал как раз врачом школе гладиаторов запишите себе клавдия голена это в общем один из крупнейших в области медицины биологии и философии кстати деятелей мировой культуры как медик он наверно после гиппократа занимает второе место если в общем даже может быть как-то на первое может претендовать тягаться с гиппократом голен как раз значительную часть опыта своего получил в ходе работы с гладиаторами потому что как раз большое количество полоторезанных ран которые они все равно получали то что я вам говорю что они не погибали это не значит что они не получали рада она не получали как раз немало так вот даже такие выдающиеся деятели как голен активно работали на поприще как раз врачей и это стоило немалых денег для содержателей школ но очевидно окупалась кстати так уже подходя к концу хочется сказать вот еще о чем что гладиаторы имели конечно довольно специфическое возможное телосложение дело в том что их описывали как поедатель ячменя то есть очевидно что гладиатор не выглядел как знаете такой типичный современный бодибилдер хотя физическая форма гладиаторов была замечательная дело в том что для того чтобы защитить связки и мышцы от мелких порезов коими изобиловал очевидно жизнь гладиатора гладиаторы много поели ячменя и поэтому они были такими они не были толстыми отнюдь но поверх мышц у них был такой некоторый слой подкожного жира который позволял им некие мелкие порезы переживать легче заметно чем так сказать если бы они были такие знаете как подсушенные нынешние качки потому что ну в общем получить удар острым предметом по мышце или уж тем более по связке очень очень не то что даже больно но и и впоследствии опасно для общей подвижности человека на всю жизнь поэтому гладиаторы были в общем такими достаточно очевидно массивными мужиками при этом повторюсь физической форме у них собственно отдавалась вся жизнь ну вот в течение непродолжительного достаточно времени я вам об этом деле рассказал понятно что про и гладиаторов можно рассказывать почти что вечно есть я вам клад конец кому за кого заинтересовало есть несколько источников где вы можете так сказать эти знания как-то расширить ну во первых губе бесишников был в 2003 году фильм колизей арена смерти он такой фактически да ну как бы сказать он типа художественный но фактически он тут даже он укажен как документальный то есть в нем идет повествование а на примере одного гладиатора о жизни так сказать и о всем остальном я строительстве колизея кстати плюс к тому есть еще такая замечательная кто любит историю тем более есть такая программа родина слонов и в ней есть как раз две передачи про гладиаторов в общем это все тоже находится я вам покажу а дальше уж ваше дело да есть две передачи вот они собственно да это экономика гладиаторских боев да и что вы не знали гладиатора опять же все это на ю тубе выкладывается вконтакте тоже эти видео вполне призываю вас к просмотру для того чтобы так сказать расширить свои знания потому что гладиатора говорят у нас много и с большим упоением но информация допустим та которая была доступна там тем кто писал книжки даже 20 лет назад она не такова какова есть сейчас до информации постепенно становится больше ну и вот эти выше приведенные научно-популярные всякие вещи они передачи выпуски фильмы они позволяют немножко быть более-менее в теме ну кстати ваше завершая совсем уже ваш профиля рекламы связи с общественностью как раз в эпоху древнего рима очевидно особенно если бы занимались какой-то политической рекламой то вероятнее всего вы бы с гладиаторскими боями каким-то образом были связаны потому что это был она один из главных способов продвижения себя в эпоху республики на какие-то государственные посты чем больше рим превращался в империю и чем больше имперский правящий аппарат был именно императору починен он тем не менее все равно оставались какие-то лакуны и в общем местное самоуправление особенно в провинциях поэтому ну и сами императоры свой свой реноме поддерживали в общем с вашим профилем данная сфера деятельности было напрямую связано на этом в общем то можно и завершить наше сегодняшнее с вами нашу с вами встречу лекцию честно прочитал как и обещал наталья вадим планы вопросы есть